Кручу, верчу, запутать хочу. Привет, я Ира, и вы на канале МВидео. В напёртки мы с вами играть, конечно, не будем, но с удовольствием посмотрим на три умных колонки от ВК Яндекса и Сбера, что умеет каждая и какую выбрать. Начнём с умной колонки от Яндекса Станции 2 с Алисой. Она довольно компактная, корпус обтянут сканью. Наверху световая панель, которая переливается в такт музыке. Загорается она каждый раз, когда станция улавливает заветное «Алиса». Управление у колонки сенсорное, кнопки громкости находятся сверху, а кнопка выключения микрофонов на той же стороне, где расположен разъём питания. У станции 4 микрофона, слышит она хорошо даже из другой комнаты. Настроить колонку легко, нужно включить её в розетку, открыть приложение Яндекс или Дом с Алисой и сказать в нём «Алиса, настрой колонку». Дальше нужно следовать подсказкам. Колонка довольно громкая. Из фишек протокол Zigbee, благодаря которому общаться с ней можно напрямую, без интернета, и она быстрее реагирует на команды. Также с помощью станции можно управлять умным домом, если привязать устройства в приложении. Благодаря протоколу Zigbee к станции можно привязать устройства разных брендов, ну и, конечно, продукты Яндекса. Лампочки, розетки, умные пульты. Следующая ВК-капсула с Марусей. Она уже покрупнее. У колонки округлый корпус, который обтянут специальной акустической тканью, очень приятной на ощупь. Работает устройство в дуэте с помощницей Марусей. Здесь тоже есть небольшая подсветка, когда колонка слышит «Маруся», прямо по центру корпуса появляется синий кружок. У этой капсулы аж шесть микрофонов. Она точно не пропустит ни одну просьбу. Настроить капсулу тоже легко. Включаем в сеть, устанавливаем приложение, нажимаем на значок микрофона и говорим «подключить колонку». Возможности Маруси особенно оценят те, кто пользуется экосистемой ВК. Можно общаться и проверять ленту ВКонтакте, не открывая приложение или голосом проверить почту. Эта колонка нравится мне тем, что она умеет мурчать. Если ее погладить, то она мгновенно превращается в кошечку. Это так мило! На капсуле также можно закрепить управление умным домом. Но своих устройств у ВК, кроме колонок, нет. Зато они совместимы с довольно большим количеством устройств. Если умные гаджеты работают не по беспроводной сети, а с другими протоколами, то уже понадобится отдельный хаб. Маруся также владеет разными сценариями для умного дома. Если вы не хотите сами их придумывать, то она предложит вам уже готовые шаблоны. Третья умная колонка — Сбербум. По габаритам это нечто среднее между двумя предыдущими. Мне очень нравится ее внешний вид. Напоминает вазу или какую-то статуэтку. Сам корпус из пластика внутри обтянут тканью. Такая форма, по утверждению разработчиков, создает объемный звук. Из бонусов из колонок Сбера можно создать стереопару. Две Сбербум вместе дадут нужный эффект. Наверху у колонки разноцветная подсветка, которая симпатично переливается, когда слышит команды или воспроизводит музыку. Здесь же круглая панель управления с четырьмя клавишами — регулировка громкости, кнопка помощника и отключение микрофона. У Сбербум заявлен самый мощный звук из трех колонок. Внутри нее — голосовой ассистент салют. Но настроить колонку Сбера не так просто для владельцев айфонов. Нет специального приложения. Нужно зайти на сайт, выбрать из устройств колонку и следовать инструкциям. Тем, у кого смартфоны на андроиде, настроить легче. Находим в маркете приложение «Салют умные устройства», заходим через SberID, переходим в устройство, выбираем колонку и следуем указаниям. Владельцам Сбербума нужно авторизоваться в сервисе звук. Без этого колонка не сможет играть музыку. Хороший бонус — это то, что дают подписку Prime на два месяца, если вы приобретаете колонку. Но можно подключить свой смартфон по Bluetooth к ней и воспроизводить любимые мелодии с него. У Сбера, также как и у Яндекса, есть свои умные устройства. Разные датчики, розетки, хабы, лампочки, смарт-дисплеи, умные светодиодные ленты. Сейчас с умным домом Сбера работают гаджеты 18 брендов, но среди них нет устройств Xiaomi. Зато у этой колонки есть интересные фишки. Например, «Салют» поддерживает мультикоманды. Можно сказать, выключи лампу в комнате, включи телевизор и закрой шторы, а не произносить каждое действие по отдельности. Еще из плюсов — датчик шума. Включаем режим и уходим из дома. Колонка считывает, что происходит в наше отсутствие и, если замечает подозрительные звуки, сообщает об этом владельцу. Сбербум может распознать звук разбитого стекла, лай собаки, плач ребенка, шум воды и сигнализацию. Итак, я предлагаю устроить небольшой тест-драйв. В первую очередь проверим скорость реагирования на команды каждой из участниц. Алиса, ты тут? Сначала в голове у разработчиков, а потом переехала. Новоселье, коробки. Вот это все. Кошку, правда, забыла. Алиса, стоп. Ну что, станция с Алисой отзывается довольно быстро. Чуть больше секунды. Маруся, ты тут? Я всегда тут. Ну что, отзывается тоже довольно быстро. У меня показывает, что чуть больше двух секунд. Но разница на самом деле минимальная. Салют. Ты тут? Прием, прием. Салют, стоп. Стоп, машина. Ну, результат получился примерно такой же, как и у первых двух колонок. Теперь оценим качество звука наших конкурсанток и начнем со станции с Алисой. Звук хороший, объемный, насыщенный. Но давайте посмотрим, что может наша следующая участница. Ну что, звук тоже объемный, насыщенный. Но мне показалось, что здесь отчетливее слышны басы. Но давайте посмотрим на нашу третью участницу. Ну что, Сбербум доказала свое звание самой громкой колонки. Она была точно громче наших двух предыдущих участниц. Но в целом, мне кажется, все три колонки звучали хорошо. А теперь давайте пообщаемся с этими умными колонками. Алиса, куда посоветуешь сходить на первое свидание? Нашлось в интернете, в парк аттракционов. Вообще, свидания с нотками экстрима очень хороши тем, что адреналин и совместные эмоции 100% сделают вас ближе. А еще будет повод взяться за ручки, чтобы не было страшно на американских горках. Хотите узнать, куда сходить с девушкой на первое свидание? Алиса, стоп. Маруся, куда сходить на первое свидание? Идеально подойдут кальянное уютное кафе, хороший ресторан, для желающих произвести впечатление своими возможностями. Маруся, спасибо, стоп. Ну, тоже можно назвать весьма оригинальным ответом. Свидания в кальянной у меня еще не было. Итак, переходим к третьей колонке. Салют. Куда посоветуешь сходить на первое свидание? Я бы сходила в кино, а потом нужно прогуляться. Салют, стоп. Команда отбой. Итак, самый классический и романтичный ответ достается у нас колонке Сбербум. По-моему, очень мило. Итак, Алиса, порекомендуй свой любимый фильм. Ой, мой самый любимый фильм – это «Кроссовка». А вы какие любите? Маруся, посоветуй свой любимый фильм. В кинотеатрах в пятницу по щучьему велению. Синдром. Человек ниоткуда. Катастрофа. Крылатая история. Маруся, стоп. Итак, Маруся рекомендует нам актуальные новинки, которые можно посмотреть в кинотеатрах прямо сейчас. Салют. Посоветуй свой любимый фильм. Мне нравятся фильмы про Гарри Поттера. Итак, мы протестировали все три колонки. Лично мне понравилась каждая из них. Все есть в этих моделях. Поэтому выбирайте ту, что пришлась вам по душе. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока!